Этот человек любит повторять, что жить нужно так, чтобы вспоминать было приятно, а рассказывать стыдно. Он мужчина во всём, в резкой манере высказываться, в привычке элегантно одеваться, в умении дружить и любить. Для плодотворной работы ему необходима трубка для раздумий, пианино для настроения и карта мира для приключений. Он и актёр, и политик, и сценарист, и даже художник. Но сам себя он прежде всего считает режиссёром. Сегодня у меня в гостях народный артист России Станислав Говорухин. Станислав Сергеевич, здравствуйте. Можно я расскажу историю одну? С себя начну, а не со Станислава Говорухина. История для меня очень знаковая. Мы как-то повстречались со Станиславом Сергеевичем на радиостанции. Увиделись в первый раз в жизни. Проходит какое-то время, мне звонят и говорят, Станислав Сергеевич, Татьяна, хотел бы вас снять в кино. Я говорю, как в кино? Говорухин? Меня? Снять в кино? Где я? И где кино? И где Говорухин? Олимпийский бог, да? Приезжаем мы на Мосфильм, ведут нас в кабинет Станислава Сергеевича. Он сидит и попыхивает трубочкой. Нельзя, мы знаем, но он попыхивает. Я говорю, здравствуйте, Станислав Сергеевич. Это я. Вы меня бы хотели снять в кино. Говорухин говорит, ну да, хотел. Я говорю, как же так? Я ничего не умею, я ничего не смогу. Он мне говорит, ну ничего, сам попыхивает трубочки. Я научу. А ты сценарий читала? А сценарий большой. Я прислали вчера. Я говорю, Станислав Сергеевич, ну я вот прочитала вот там вот то, что мне там вот было показано, а весь сценарий я еще не дочитала. Он мне говорит, ну дура, что не дочитала. А вы представляете, да? То есть это мы позавчера познакомились. Я говорю, ну как же я буду у вас сниматься? Я не смогу, значит, сниматься никак. Я ничего не умею. Вы такой требовательный. Об этом ходят слухи. Все про это знают. Вы меня там убьете на этой площадке. Говорухин попыхивает трубочку. Ну убью. Ну одной дурой меньше станет. И вы знаете, это настолько было не то, что там, я не знаю, не обидно, не оскорбительно. Это был комплимент. Вы всегда говорите правду, Станислав Сергеевич? Терпеть не могу людей, которые, знаешь, заявляют, я никогда не вру. Я вру постоянно. Так же, как и все остальные. И я тоже. Как и ты только что. Откуда вы такой взялись? Где вы родились? Кто ваши родители? Мама у меня, портниха она была, отец, был донской казак. Его лет 19, сколько ему было, 20, в 28 году посадили за то, что он бросил камень в окно, где проходило заседание деревенской бедноты. А потом он отсидел, вышел, встретил мою маму, значит, родил мою сестру, вот Инессу Сергеевну, меня, и тут его загребли во второй раз. И он, дед, погиб году в 38-39. То есть вы выросли без отца? Да, я вырос, да. Мама вот нас подняла. И самое любопытное, что она ведь ничего не рассказывала. Как погиб отец, что мы. Все это выясняли уже потом с сестрой после того, как она умерла. Ну, опасно было рассказывать. Ну, что же, дети репрессированы, это одно. Ну, а дети там, она все время говорит, да, я развелась, отец сильно пил. Алкоголик, вообще. То есть какая-то была даже история придумана. Одно дело быть сыном алкоголика, а другое дело сыном репрессированного казака. Поэтому и сестра поступила в университет, и я поступил в университет. Счастливо закончили. Ну, мама, наверное, работала день и ночь, чтобы детей кормить. Ну, конечно, день и ночь. Поэтому она и ушла из жизни до 52 лет. Просто от изнурительной работы. Вот когда я вспоминаю какие-нибудь эпизоды из детства, я думаю, ну, какой вот самый такой счастливый день в моей жизни. Я сразу вспоминаю Тетюши, такой город между Ульяновском и Казанью. И вот утром я встаю, ловлю мух, кладу их в спичный коробок, там штук 50. Наловлю мух тьма. И бегу, значит, из дома. Схватил удочку и бегу. Вот там меня уже встречает мой приятель, Наиль такой же. И мы спускаемся к Волге по этому огромному обрыву. Сразу, конечно, в воду плаваем. Потом ловим рыбу. На мух на этих, да? На мушах, да. А таких дней было много. А кино какое вы смотрели вот там в этих Тетюшах? Что тогда показывали? Мы воспитывались на очень хорошем кинематографе. На качественном кино, да. Во-первых, и советское кино было неплохое, прям скажем. А во-вторых, конечно, мы видели лучшее американское кино. Мы смотрели то, что мало кто видел и потом. Каждый раз фильм начинался так. Этот фильм взят в качестве трофея. Трофея. После победы над фашистской Германией. И под это дело всей стране показывали суперклассные американские фильмы. Всевозможные. А в университет вы почему поступили на геолога учиться? Ну, мама мной не занималась. Ну, да, ей было не до этого. Не до меня был. Куда там я поступаю, поступаю ли вообще, я был не до этого. А у меня как раз был такой раздрай в мозгах. Я читал много, но в частности я прочел две интересные книжки про геологов. И закорился этой геологией. Думаю, ну, как интересно. Они в походы ходят, в экспедиции. Но решающим моментом было вот что. Время-то было бедное. Ну, конечно. Одевались плохо. Я еще одевался лучше всех, потому что мама мне шила все. Перешивала. Из каких-то дядькиных кителей там. А геологи в те времена носили форму. Это был такой черный шевьетовый костюм. Двубортный. Белая рубашка. Черный галстук. И золотой такой квадратный бархатный погон. Ну, тут это... Решила все дело. Решила все. Я поступил на геофак в университет. И уже мне шили эту форму. Я ходил в ателье. Мне даже успели шинель шить. А форма была казенная, да? То есть она выдавалась? Нет, она за деньги. И вот мне уже шили одежду. И вдруг выходит приказ министра образования Кафтанова форму отменить. А-а-а! Вот разочарование. Да. И так вам ее и не пришлось поносить. Это было первое, самое большое разочарование в моей жизни. Станислав Сергеевич, но вы же доучились, правильно я понимаю? То есть вы окончили геологический факультет. Даже год поработал. Я все эти пять лет провел в самодеятельности, работая в многотиражке университетской. Мне было это интересно. И когда я оглянуться не успел, уже диплом смотрю. Ну и кое-как защитил. И тут только начав работать, уже понял, что это не мое. Понимаешь? А как вы поняли, что ваше? Почему кино? Почему не медицина? Я, будучи геологом, иду по городу Горькому. И вижу, что снимается кино. И все, значит, суетятся, переносят реквизит, переставляют осветительные приборы. И только один человек сидит в кресле. Ему приносят чай, кофе. Что-то шепчет на ушко, он кивает голову. Я спрашиваю там зрителя, я говорю, это кто? Мне говорят, это режиссер фильма. Марк Донской был тогда. О, это хороший режиссер. Я у меня, повторяю, в голове не было никакого кино еще. Но я тогда еще, помню, отметил про себя, думаю, вот это профессия. Я глянуться не успел. Как смотрю, я сижу в кресле, курю, а мне носят чай, кофе. Я хочу, чтобы Сергей Соловьев сейчас рассказал два слова о том, как во ВГИКе вы учились. Я был самый молодой тогда во ВГИКе. А Станислав Сергеевич, наоборот, был старейшин во ВГИКе. Он был, так сказать, он уже пришел сюда умудренным жизненным опытом. Вообще, так сказать, на него смотреть просто было одно удовольствие. Серый кардинал в ГИКе, неизвестно, кто ректор, а кто Говорухин. И он меня как-то пригрел так с самого начала. Вроде как в шефство взял. Мы жили в одном общежитии, у меня время-то времени. Ну, пойдем чаю попьем. И угощал меня хорошим чаем каким-то. Он из Казани приехал тогда, страшно хорошо понимал. И до сих пор понимает. В оттенках чая, в оттенках вообще вкуса, всяких вещей. Я же с этого начал. Не верьте вы этим писателям. Иступим режиссеру. Сережка вообще мастер устного рассказа. Ну, в данном случае, конечно, все наврал. Какой чай, какой умудренный опытом. Нет, ну просто вы же постарше, наверное, их были. Вы же уже одно образование получили. Ну, конечно, я в университет кончил, три года работал. Скорее, мне было 26, наверное, уже. Ну да, а им, наверное, всем там по 18. Он вообще пришел 19. Ну, там были и старше меня в Афгике. Ведь в те времена на режиссуру шли люди с высшим образованием, с опытом работы. Абдрашитов закончил авиационный институт или МВТУ, я что-то не помню. Данелий архитектурный институт закончил. В режиссуру приходили люди, много знавшие, имеющие опыт работы, видевшую жизнь. Поэтому они и режиссеры были прекрасные. А правда, что у вас в комнате висел план Парижа? Вот у меня есть план Парижа. И вы его знали наизусть, Станислав Сергеевич. Вот это я вообще никогда в жизни не могла себе представить. Ну, поскольку в те времена меня никуда не пускали, то да. Мне хотелось побывать в Париже, я учил французский. А правда, вы прям так ориентировались и прям вот знали просто по карте. А Париж очень легко ориентироваться. Да, он логичный. Он делится на левый берег Сена и на правый. И на рандисманы. Вот начиная с Нотр-Дам, от первого рандисмана. И так они кругами пошли, пошли, пошли. Здесь где-то 20-й. Вот вы закончили в ГИК, да? И дальше что? То есть, ну, вы пришли в какое-то творческое объединение, или как это все получилось? Я сразу для себя решил, что я попрошусь работать на Одесскую киностудию. Почему? Ну, потому что она выделялась из всех остальных студий. Это было какое-то совершенно свежее кино и талантливое очень. Ну, вспомните эти картины. Вот «Весна на Заречной улице», «Приходите завтра», это чудесная комедия. «Жажда», ну и так далее. Потом «Одесса». Не бывав еще в Одессе, я уже был в нее влюблен благодаря Катаю, Ильфу и Петрову, Благодаря Паустовскому, Буйну, Утесову. И вот мы приехали с моим товарищем Борисом Дуровым снимать. Нам, как в ГИКовцам, положено было дать какую-то короткометражку. Ему и мне. Какой-нибудь там минут на 15. А тут горит сценарий. Назывался он «Мы одержимые». Фильм надо снять обязательно и сдать в этом году. Производство плановое. И если Одесская киностудия не снимет 5 фильмов в год, на следующий год ей дадут бюджет на 4 только фильма. Понятно. И вот директор вызывает нас и говорит, вот ты же альпинист, ну вот почитай сценарий, возьмете сделать фильм? Ну мы прочитали сценарий. Дерьмо, конечно. Снимать нельзя. Ну-ка что будем делать? Пойдем, согласимся. Авантюристы. Ну конечно. Ну а кто даст двум... Выпускникам вчерашним, да. Полнометражный фильм. Больше такого случая может не быть. Да. И вот мы говорим, согласны. Взяли мы сценарий и уехали в Дом творчества под Одессой. И стали писать новый сценарий. Написали очень быстро. То есть переписывали за сценариста, да? Нет, просто совершенно новый сценарий. Написали тоже в горах. Но только уже по-настоящему альпинизм. Сценарий был написан человеком, который не знал, что такое альпинист. Да-да-да. Альпинизм об альпинистах он написал. А тут мы, зная, что такое альпинизм, написали об альпинистах. Смотрим, получилось то же самое. Тоже дерьмо, но только другое. И тогда, значит, мы вызвали в помощь замечательного русского писателя Владимира Максимова. Да. Он прилетел, и мы пошли. Был такой кабачок, где сухой мускат продавался из бочек. И пошли попробовали этого сухого муската. Забыв о том, что Максимов абсолютный алкаш. Ну, он развязал, и мы вынуждены были его из дома творчества вынести. Сняли мы ему комнатку в хатке такой мазанке, где он просто лежал три дня. А наша задача была приносить ему две бутылки чернил. Так, червонно-мицне, назывался чернила. И выливать ботинок, который стоял около его кровати. Кое-как мы его отправили и поехали снимать вот этот свой низ сценарий. Но это же была вертикаль вот эта знаменитая. Да. Откуда взялась Лариса Лужина? Высоцкий откуда? Они почему все посоглашались-то? Вы дипломник, никто. Ну, как-то кино вообще ценилось. Конечно, мы брали хороших актеров. В частности, Лариса. Она была к тому времени звезда раз звезда. Она объездила уже весь мир. Это ей Высоцкий написал песню-то. Но что ей до меня? Она была в Париже. С ней сам Марсель Марсо о чем-то говорил. Давайте ее послушаем. Жили жизнью альпинистов, спортсменов. А поскольку Станислав Сергеевич был сам, имел второй, как он тогда говорил, второй разряд по альпинизму, то он, естественно, очень хорошо знал всю эту среду, знал всю эту жизнь, знал всю эту философию, как говорится, этого вида спорта. И он нам ее как-то пытался нам это привить, причем жестоко достаточно. Он нас заставлял ходить в горы, нас заставлял носить тяжелейшие рюкзаки. Просто над нами издевался даже, понимаете? Нам приходилось брать вершину. Мы действительно взяли вершину воли, у нас на нашем счету есть. Мы сами себе как-то ковали даже свой собственный характер. Поэтому эта картина нам недорога лично от того, что я счастлива, что я снималась в этом фильме, чтобы я никогда не узнала, какие могут быть горы. Лариска, я ее обожаю. Да, она прекрасна. Ну, тоже, конечно, соврала. Причем все соврали. Я их заставил подняться на настоящую вершину. Всех. Высоцкий, Лужина, Кошелева, все. Они пошли. Вернулись, конечно, совершенно измочальные. А сами вы не пошли с ними? Нет, о чем мне ходить? Это вершина легкая, но... Это трудно, да, тяжелая. Он называет Ишачка. Идешь и идешь. Там никаких ни опасностей нет, ни скалолазами. И вот они все поднялись, даже заработали значок «Альпинисты СССР». А потом мне инструктора, которые их ввели на машину, сказали, что они все-таки не дошли. А-а-а, собаки. Обманули. Я знаю, что пластинка вышла, песни из кинофильма «Вертикаль». Музыка и слова Владимира Высоцкого. Да, вот это гибкая пластинка. Володя уже, конечно, в столице был известен как бард, как автор и исполнитель своих замечательных песен. Но после фильма «Вертикаль» в 68-м году уже даже за Уралом знали о нем. Но не все. Однажды вот мне надо было в Новосибирске, он со мной поехал. Стоим мы на вокзале и проводницы, две молодые девочки на практике. И Володя им говорит, слушай, у вас все равно вагон полупустой, дай нам отдельное купе. Да, четырехместное. А одна говорит, ну хорошо, но я вижу, ты вон с гитарой споешь тогда нам. Он говорит, хорошо. Поезд тронулся, они разнесли чай и пришли к нам. И Володя им говорит, ну что вам спеть? А одна говорит, а из «Вертикали» знаешь? Он говорит, знаю. А другая говорит, а он похож на эту, бородатого-то. И вот Володя им пел и из «Вертикали», и «Баньку», он как раз в это время ее сочинил. И стопить ты мне «Баньку по-черному»? Да. И, по-моему, уже была охота на волков. И так они не узнали, с кем они ехали. Так и не узнали? Да, утром они нас разбудили. Ребята, Новосибирск. Угу. Ну все, мы ушли, так они и до сих пор не знают. Вот сегодня, наверное, узнают. А место встречи изменить нельзя. Такой ошеломляющий успех картины. Он вам виделся? Или вы не думали об этом совершенно? Я чувствовал, что картина понравится. Я не ожидал, что она, во-первых, так долго будет нравиться. 35 лет или уже 36. А во-вторых, что она станет такой культовой. Культовой, это правда. Можно кусочек посмотреть? Вот сейчас, вот прямо из нее. Вот прям кусочек. Подрастрельные дела об убийствах расследует прокуратура. Это что же, за чей-то барахловый браслет мне подрастрельную статью? А что ж тебе за него, талоны на усиленное питание? Угробили вы женщину, пыхтеть за это придется всерьез. Не вери на понт, мусор. Ну что за вульгарные у тебя выражения, Мань. А потом я тебе сказал, это нас не касается. Ты эти слова в прокуратуре говори. Ты что, меня первый день знаешь? Я с роду с мокрушниками дела не имела. Было, помню. Но это время идет, а? Откуда я знаю? Может быть, убила ты женщину, а браслетик ее себе на руку, а? Да это мне Валька Копченый вчера подарил. Что бы ты у него? Ордер за ювелир, торго спрашивать? Откуда я знаю, где он браслет взял? Ну, это не разговор, Маня. Ну, допустим, хотел бы я за тебя заступиться. Так что я скажу? Что Маньке облигации, по ее же словам, уголовник Копченый подарил браслет. Да кто мне поверит, сама подумай, бильберда какая-то. Ну, что же ты мне делать? Приходит ко мне девочка. Я ее пригласил на роль героини фильма. Варьи Синичкиной. Я говорю, ну, понравилась тебе роль? Она говорит, нет. Ну, в те времена отказаться от главной ролики. Абсолютно, да. Я говорю, а что тебе понравилось? Манька облигация. Я говорю, послушай, какая ты Манька облигация? Манька облигация, прожженная. Да, да, да. Воровка на доверие, бабища такая. А ты посмотри на себя в зеркало. Ну, в общем, мы с ней расстались. А потом я пробовал несколько артисток, даже очень хороших. И вот что-то вот не то и все. И думаю, давай вызовем эту девчонку наглую, бессовестно. Вызвали мы ее, но уже пробы закончились. Мы уж кино снимаем, у меня Маньки облигации нет. И один, я думаю, Володя, если не получится, значит, день пропал. Но надо рискнуть. Одели ее. Она произнесла первые две реплики, и мы смотрим. Манька облигация, вся другая. Я ее в Дом кино встречаю. Говорю. А, говорят, у тебя девочка родилась? Она говорит, да. Как назвали? Я спрашиваю. А вот догадайтесь с одного раза. Маня, конечно. Станислав Сергеевич, скажите мне, пожалуйста, а успех картины можно спрогнозировать? Сейчас законы немножко другие. Во-первых, кино сегодня снимается для разного зрителя. Один ходит в кинотеатры, залы заполнены вот этим зрителем. В основном молодежь. Вот для них очень важно, чтобы актер был уже известный, желательно американский. Да. Ну и главное, реклама, конечно. Я хочу, чтобы сейчас Сергей Соловьев тоже сказал еще одно слово про ваше видение. Он же человек крайне противоречивый. Он иногда, ну, на мой вкус, на мой взгляд, плетет такую несуразицу вообще, нечеловеческую. Как-то с ним рядом стоял, давал интервью, и он про Набукова говорил. Этот графоман, этот бессмысленный графоман, который, так, я думаю, ну как, с ним сейчас подраться, прямо перед камерами или подождать? Ну, у меня уже опыт большой. Я думаю, да ладно. Пусть говорит, что хочет. Это и есть смелость и решительность говорить то, что он знает и чувствует. А то, что он знает и чувствует, чрезвычайно противоречиво. Ну вот это опять вранье? Как вы выражаетесь? В принципе, он сказал правду. Ну, только слова другие, вот и всё. Я, конечно, никогда не называл Набукова графоманом, но он мне никогда не нравился, и сегодня тем более. Нет, Соловьёв-то, он ведь не про Набукова говорит. Он говорит о том, что вы имеете мужество, да, сказать так, как вы думаете, Станислав Сергеевич. А какое нужно мужество для того, чтобы признаться, что этот писатель не нравится, а этот нравится? Ну, как, ну, я не знаю, мне не нравится писатель Солженицын. А вы, допустим, считаете, что он абсолютный там гений, да? А я так и считаю. Вот. И мы с вами в этом вопросе, там, условно говоря, не согласны. И если я, я не знаю, вот одна, а за вами тьмы, мне признаться в том, Набуков признанный автор, в том, что я не люблю Солженицын, но никак не получается. А у вас получается. Ну, давайте возьмём величину другую. Скажем, из десяти человек девять скажут, что Набуков, да, а вот Горький – это не писатель. Пожалуйста, вы же их не тащите на костёр Инквизиции? Набуков ещё плюс ко всему моден. Да, это правда. Станислав Сергеевич, вот о чём я хотела вас спросить. Вы же, насколько я вас знаю, вы занимаетесь тем, что вам интересно. Вы снимаете каждый год кино хорошее. У вас же как-то это получается? Ну, конечно. Я и при советской власти, не будучи членом партии, тем не менее, снимал и делал в кино только то, что я хотел. Ни разу мне не пришлось снимать что-то, чтобы меня упросили, уговорили, приказали. Нет, я снимал любимые свои книги всегда. Я лучшие свои картины снял уже. У меня, например, нет сейчас сил на картину, которую я бы считал лучше, чем всё до этого я сделал. Вот, мне кажется, две моих последних картины, «Уикенд» и «Конец прекрасной эпохи», это вот мой пик, и этим я горжусь и буду гордиться. Да, это точно. Я хочу, чтобы мы посмотрели кусочек из фильма «Конец прекрасной эпохи». Короче, общий смысл таков. Родился счастливый человек. Вы знаете, я бы даже так выразился. Человек, обречённый на счастье. Человек, обречённый на счастье. По-моему, неплохо. Может быть, попробовать в качестве заголовка? Ну, там видно будет, Генрих Францевич. Только запомните, младенец должен быть публикабельным. То есть, я не совсем понимаю, что значит публикабельным. Ну, то есть, полноценным. Ничего ущербного. Никаких матерей-одиночек, никаких кесаревых сечений. Полный комплект родителей. Здоровый, социально полноценный мальчик. Обязательно мальчик? Да. Мальчик как-то символичнее. Почему фильм называется «Конец прекрасной эпохи», хотя повесть называется «Компромисс»? Ну, во-первых, там не только «Компромисс» использован, а и записные книжки, и другие его книги. Во-вторых, это ещё и сочинение оригинальное, потому что это история журналиста, во многом напоминающая мою собственную биографию. Это во-первых. А во-вторых, действие происходит в 69-м году, то есть, оттепель закончился. Под прекрасной эпохой, и то в кавычках, всё-таки. Я понимаю вот эти 15 лет. Со дня смерти Сталина в 53-м году и до 68-го. Когда был такой всплеск всех искусств, когда мир, вот просто вся страна вздрогнула от такого количества талантов, появилась целая плеяда высочайшего уровня поэтов. Там Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина. Появилась просто сумасшедшая литература. И деревенщики, и городская проза, и военная её называют лейтенантской прозой. И новые театры. Современник, Таганка, БДТ. И, наконец, великий кинематограф. Просто удовольствие одно. Мы с вами говорим о картине, которую никто не видел. Для кого я теперь снимаю кино? Для тех людей, которые в кино не ходят. Потому что эту билиберду, которую показывают, они видеть не могут. Им эстетическое воспитание не позволяет видеть эту гадость вообще. Мой зритель, всё, он в кино вообще ни шагу не делает. Ему противен хруст этого попкорна. Да, это я согласна абсолютно. Запах кинотеатра, где пахнет жареным маслом. И это происходит ведь не только в России. Это во всём мире. Спросите голливудского режиссёра по-честному. Он скажет вам, да, мы снимаем фильмы для 14-летнего негритянского подростка. То есть кино пропало? Конечно. Оно будет существовать в двух плоскостях, видимо. Одно там фестивальное кино. Но это невозможно смотреть, Станислав Сергеевич. Ну, есть кино, снятое специально для западных фестивалей. Да. Главное, чтобы было плохо о своей родине сказано. Есть кино для подростков. И есть кино, которое снято неизвестно для кого. То есть я знаю своих зрителей, но я не всегда уверен, посмотрят ли они мою картину. Я каждый раз устраиваю в Министерстве культуры скандалы. Я говорю, я представитель комитета по культуре. Да. Я обязан видеть всё, что снимается. И вот я каждый раз из них вот так вытаскиваю. И дома смотрю всё, что снимается. То есть 60 фильмов в год. Из них 10 от силы соберут публику. Половина продукции идёт на западные фестивали, чтобы получить какой-то призок. Авторы этих фильмов удовлетворены тем, что они вот ездят туда. Сегодня в Лос-Анджелес, завтра в Токио. Да нет, пусть они хоть чем будут удовлетворены, Станислав Сергеевич. Им это нравится. Смотреть-то это невозможно, что тут говорить. Им кажется, что признание Запада выше, чем признание собственного народа. К сожалению, так. Вы человек, который удивительно вкусно умеете есть и пить. И удивительно вокруг себя создаёте такую очень вкусную и располагающую атмосферу. Хотя не то, что вы повар или метродотель, но в вашей компании всегда очень интересно есть и пить, понимаете? Вот это у вас откуда взялось? Конечно, из литературы. Если вы, например, хотите познакомиться с русской кухней, прочтите три странички Чехова. Рассказ называется «Сирена». Вообще о кухне и о том, как с удовольствием поесть, выпить, закусить, поговорить, лучше всего писали два самых тощих писателя в русской литературе – Чехов и Гоголь. Это точно. Знаете, мы, когда снимали «Дети капитана Гранта», приехали в Ташкент. И я вечером своим артистам, дурачкам говорю, идём чихану, будем есть плов. Умоляю, плов сделан из бараньи. Та-та-та-та-та-та. Если вы после этого выпьете ледяной напиток, вы сорвёте съёмки. Ну и чё? Надо чай, да, вот этот горячий? Горячий чай, водку. Водку, да. Да, ну, и что? Лембит Ульсак был тогда, значит, Коля Ерёменко, Володя Гостюхин. Три дня у нас не было съёмок, они сидели в туалете. Все три дня тут. Я хочу сейчас, чтобы Владимир Винокур рассказал два слова про жену вашу. Прожить жизнь с таким человеком. Я, конечно, Галле иногда говорю, Галочка, тебе нужен памятник при жизни поставить. Слава трудный человек, но он благодарный. Вот, когда приходит к нему гости, он так гордится, что Галя летает. Стол какой-то немыслимый, ни в одном кабаке мира. Невозможно сделать вот такое изобилие. Слава вам, гурман такой какой-то космический. Пельмени ни в коем случае не магазинные. Только рука, человеческий мозг. А сколько вы женаты, Станислав Сергеевич, на Галле? Да, ничего. Всего 50 лет в будущем году. Ну, это прилично. Мне очень нравится история, как она фильм смотрела. Ну, расскажите, а то я сейчас опять набрешу, когда вы не узнали, что это ваш фильм. Помните? А, ну, да. Ну, я всё столько снял фильмов. Я один раз сижу, рисую. Соседняя Галя смотрит кино. Ну, она другая, она такая экспансивная. Ой, какое я смотрю кино. Я с кистью так вышел, зашёл в её комнату. Смотрю, на экране скачут лошади, какие-то необыкновенные пейзажи. Ни одного артиста я не знаю, все незнакомы. И вдруг один падает и встаёт, и я вижу, что это Сашка Абдулов. Я говорю, да это же дядя Капитана Гранта, а она хохотит. Станислав Сергеевич, а вам интересно жить сейчас? Грех так говорить, но мне неинтересно. Потому что я оказался в чужом мире. Уже даже пожрать не с кем, то есть сотрапезника нет. Когда не с кем поделиться впечатлением от прочитанной книги. Я оказался в совершенно другом мире. Вот я смотрю, пришли шесть человек в ресторане за соседним столом. Ну, что-то отметить, поговорить. Сидят все шестеры, вытащили гаджеты. Да-да-да, зачем пришли? Нет, это не мой мир. А вы себе 20-летнему вот сейчас что бы сказали? Да ничего бы я ему даже посоветовать не смог бы. Я прожил, может, неправильную жизнь, но... Но, в общем-то, как-то так. Может, мне везло всё время. Мне кажется, я очень везучий человек. По большому счёту. Например, если я куда-то еду отдыхать, и мне хочется солнца, можно даже не ехать. Точно будут дожди и всё так. Но по-крупному мне всегда везёт. Так что мне жаловаться не на что. И ничего бы я тому 20-летнему не посоветовал. Потому что, боюсь, тогда бы он начал правильно жить. А это самое опасное. Я не люблю правильный образ жизни. И считаю, что очень вреден здоровый образ жизни. Почему? По всему. По всему. Когда человек занят только собственным здоровьем, когда он высчитывает калории, где он ест, когда он заставляет себя встать в 6 утра и бежать 10 километров. Я уверен, что это вредно. АПЛОДИСМЕНТЫ Санислав Сергеевич, вы знаете, возможно, вам, конечно, в жизни везло. Мне очень повезло. И вообще зрителям всем здесь присутствующим. И по ту сторону экрана тоже. Потому что у нас есть вы. И у нас есть фильмы, которые вы сняли. А я благодарен тебе и другим, таким же, как ты, потому что вы мои зрители. И я вас очень ченю. И живу, и работаю для вас. И спасибо вам за это большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо. Один китайский мудрец сказал, «Большая река течет тихо. Умный человек не повышает голос». Эти слова в точности отображают жизнь и характер Станислава Говорухина. Он всегда в гуще событий, но суета ему не свойственна. А для точного попадания в цель у него есть острый взгляд и своё неповторимое видение мира. устраивал. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...